Каждый, кто начинает увлекаться карточным манипулированием, будь то фокус или кардистрим, начинает задаваться вопросом, а какие карты лучше всего выбрать, чтобы было практично и недорого. Так вот, в этом видео я постараюсь на самых простых и максимально доступных примерах подобрать для вас ту самую золотую серединку, чтобы вы не ошиблись в выборе. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Газабхан и вы находитесь на канале Гагаш Кардистре с очередным выпуском из серии «Все об игральных картах». Сразу вам скажу, что в этом видео мы будем рассматривать карты исключительно профессионального использования, поэтому атласки здесь рассматриваться не будут. Кстати, подробное видео про атласные карты вы можете посмотреть, перейдя вот по этой подсказке. Итак, вас чем-то зацепило карточное манипулирование и вы решили попробовать себя в роли фокусника или кардиста? Замечательно, осталось дело за малым определиться, какую колоду карт вам лучше всего для этого приобрести. Ведь если взглянуть на прилавки интернет-магазинов, то от их изобилия представленных там профессиональных колод просто разбегаются глаза. И этих карт реальная тьма. Да каких карт там только нет. Пластиковые, полупластиковые. А кто-то говорит, что полупластиковые карты это те же самые бумажные карты, но только с пластиковым покрытием. А вот покрытие у них бывает разное. Ну как же тут не запутаться про выбор цветов и рисунков рубашек я вообще молчу. А если еще начать сравнивать их цены? Как это вообще можно понять, что одна колода стоит 500 рублей и та же самая колода, только чуть-чуть другого цвета, стоит уже 5000 рублей? Стоп, не нужно паники, сейчас я вам все быстро расскажу. Начнем с того, что все карты, которыми пользуются фокусники, кардисты и даже карточные шулеры, они все имеют стандартный размер и называется он покерным. Также все карты профессионального использования для этих категорий людей, давайте возьмем, это изготавливается исключительно из бумаги, картона высокого качества, на который наносится пластиковое напыление, что делает эти карты долговечными и упругими в использовании, но при этом достаточно гибкими. Поэтому в этом видео мы будем говорить и выбирать, так сказать, золотую середину именно из бумажных карт с пластиковым напылением. И чтобы вы понимали, полностью пластиковые карты вообще не подходят для фокусов в кардисты или каких-либо шулерских техник. Эти карты предназначены исключительно для карточных игр и поэтому в данном ролике мы их также рассматривать не будем. Ну давайте начнем, не будем тянуть кота за хвост и сразу скажу, что лучшим вариантом для начинающих карточных манипуляторов, как и впрочем для уровня профи, являются вот эти три колоды карт. Это, так сказать, классика карточного жанра и по цене вполне приемлемы и по качеству то, что нужно. Итак, Bicycle Standard это лучший выбор фокусника, Tally Hoa лучший выбор начинающего кардиста и колода IB это лучший выбор любого игрока и впрочем шулера. Но лично мне данная колода интересна прежде всего тем, что она идеальна для тренировок тасовок и врезок. Поэтому мы ее прежде всего будем рассматривать исключительно в этом ключе. Конечно же у многих из вас сразу может возникнуть вопрос, а почему нельзя использовать сразу одну колоду для всего? И для фокусов, и для кардисты, и для обучения тасовок. Можно, но не нужно. Сейчас я вам постараюсь это объяснить на простом примере. Представьте, что вы идете на бал или какое-нибудь торжественное событие, ну например свадьбу, что вы наденете? Скорее всего вы наденете туфли и классический костюм, а если вы идете на тренировку по баскетболу или футболу, то скорее всего вы наденете кроссовки и спортивный костюм. Но вы же не придете на свадьбу в спортивке, особенно если это ваша свадьба, и уж тем более вы же не будете надевать классический костюм для того, чтобы поиграть в футбол, поскольку это не совсем удобно, да и как минимум это будет выглядеть не очень. Вот так же и с картами, если вы будете показывать фокусы с колодой, которая предназначена для кардисты, то это будет не совсем удобно вам и вашим зрителям, да и выглядеть это будет тоже не очень. А теперь я подробно объясню, в чем именно заключается неудобство. Вот несколько колод карт, предназначенных для кардисты, допустим возьмем вот эту раз, два и три. Вот. И первое отличие, как мы видим, это их яркая раскраска. Дизайн у этих колод, конечно же, очень привлекателен, и именно это как раз таки является основным и первым неудобством для показа фокусов такими картами. Просто у вашего зрителя, которому вы будете показывать фокус такой яркой колодой, невольно будет возникать сомнение в том, что ваша колода обычная, и ваш зритель постоянно будет думать, что эти карты какие-то крапленые или меченые. И еще очень важный момент, не на всех колодах есть отчетливые видные индексы и масти-карт. Допустим, как у этой колоды, вот видите, лица, вот вообще непонятно, что это за карта, допустим. А как известно, в показе фокуса все внимание зрителя как раз таки должно быть сосредоточено на масти и индексе карт. Поэтому, показывая фокус с такой броской колодой, такой яркий дизайн будет просто отвлекать вашего зрителя о самой сути фокуса. Лично я при показе своим зрителям фокусов обратил внимание на то, что некоторые зрители даже не совсем хорошо помнят карту, которую они выбирают при показе фокуса. А теперь представьте, что будет, если вы таким зрителям покажете фокус с такой яркой и броской колодой. Да они вообще могут забыть, какую карту они загадали или выбрали в начале фокуса, поскольку все их внимание будет сосредоточено на дизайне ваших карт. Поэтому запомните, что при показе фокуса, чем проще выглядит ваша колода карт, тем лучше, естественно, для вас и вашего зрителя. И самым оптимальным и подходящим вариантом колоды для показа фокусов является Bicycle Standard. Во-первых, у нее великолепное качество, незамысловатый и простой дизайн. Все индексы карт просты и отчетливо видны. Во-вторых, у нее присутствует белый ободок или обводка по краям рубашки карт. А для показа многих карточных фокусов такая белая окантовка по краям желательна. И даже она очень важна, поскольку она позволяет сгладить и скрыть некоторые визуальные незначительные недочеты при использовании различных пассов, сменок, которые фокусники используют во время показа своих фокусов. В-третьих, Bicycle Standard, несмотря на свою упругость, являются довольно мягкими, что делает их весьма податливыми при использовании их фокусниками. И, наконец, последнее из основных преимуществ, так это то, что у этих карт самая низкая цена из всех профессиональных колод. Ее средняя стоимость около 250 рублей. Еще раз хочу подчеркнуть, что это ее средняя цена на сегодняшний день. То есть, в каком-то магазине вы можете ее купить и дешевле, а в каком-то и дороже. Есть, конечно, и другие варианты колод с приблизительно одинаковыми характеристиками, но они уже будут стоить чуть-чуть подороже, хоть и незначительно, но все-таки. Мы же с вами определяем оптимальный вариант. Думаю, что с колодой для фокусов уже более или менее вам стало ясно, а вот с картами для кардистре все обстоит ровным счетом наоборот. В отличие от колода для фокусов, карты для кардистре должны привлекать к себе внимание и быть яркими и броскими. Ведь цель кардиста, в отличие от фокусника, не удивить зрителя скрытым секретом карточного фокуса, а как раз-таки наоборот, цель кардиста удивить и восхитить своего зрителя открытым изящным карточным манипулированием. Поэтому для колоды кардистре действует ровно противоположное правило, а именно, чем ярче и красочнее ваша колода, тем лучше. Также, в отличие от колоды для фокусов, карты для кардистре должны быть более жесткие и упругие. И сделаны из более плотного картона, ведь они намного чаще будут подвергаться различным нагрузкам, чем карты, конечно же, для фокусов. Хотя некоторые кардисты предпочитают использовать карты для кардистре даже более мягкие, чем байсикл стандарт. Допустим, вот как Touch, она вообще намного мягче, чем обычный байсикл стандарт, прям очень мягкая. Но опять же, речь идет, конечно же, о кардистах, которые практикают кардистре уже не один год, то есть имеют немалый опыт их использования. Новичкам же будет просто не очень удобно использовать такую мягкую колоду для кардистре. И с белой обводкой на картах в кардистре все наоборот. Если белый ободок при показе фокусов скрывает какие-либо недостатки, то на картах для кардистре недостатки помогают скрывать именно карты без белой окантовки. Вот сейчас я вам это наглядно продемонстрирую. Открываем веер с картами без обводки. Я даже сейчас это сделаю специально криво. Немного вот так, вот так. Так кривоватенько. Но, как вы видите, это не очень так уж и заметно. А теперь то же самое сделаем, но с колодой, где присутствует белая обводка. Давайте сначала сделаем идеальный веер. Вот, как все видно. А теперь вот так. Как вы видите, любые недостатки сразу прям уж видны. Поэтому, если кардист хочет подчеркнуть красоту своего феера и показать свой профессионализм, то в основном он использует колоду именно с окантовкой. Дабы показать окружающим, что он действительно про и не скрывает каких-либо недочетов, но это сравнивание, как правило, происходит в основном между самими кардистами. А для обычного зрителя это вообще никак не актуально. Так почему же талиха идеально подходит для кардистри? Ведь ее рубашка не такая уж и яркая. Все очень просто. Эта колода в основном как раз предназначена именно для тренировок. Ее картон очень плотный, вот прям плотный. И обладает большим ресурсом использования, чем Bicycle Standard. А ее белая обводка показывает вам на ваши ошибки в ваших тренировках. И то, насколько хорошо или нехорошо вы делаете свои веераны. А ее доступная цена делает эту колоду вдвойне приятной. Ведь ее средняя стоимость на сегодняшний день около 280 рублей. Ну а как вы наберетесь опыта в кардистри, то можете уже переходить на более яркие и дорогие колоды. Тем более, что с дорогой колодой не всегда хочется практиковать какие-то новые флориши. Просто потому, что дорогие колоды многие стараются беречь. И использовать их в основном только для демонстрации своих навыков на широкую аудиторию. Цена на такие дизайнерские колоды варьируется от 300 рублей и выше. И порой просто доходит до невероятной стоимости. Цена таких колод зависит не только от дизайна и качества картона, их покрытия. Но также и на цену влияет ограниченность выпуска той или иной серии карт. И вдобавок большее значение может играть имя самого кардиста или студии, которая спродюсировала ту или иную колоду. Ну и наконец-то мы добрались до нее. Последняя третья колода, о которой я говорил, это B-стандарт. И еще ее называют B-99. Ой, 99, 92. В основном ее используют для различных шулерских техник, которые чаще всего применяются за столом. Например, Riffle Shuffle настольный. Вот. Но как я уже об этом упоминал ранее, для меня эта колода прежде всего была интересна для тренировок врезок и тасовок. Дело в том, что эта колода даже по ощущениям несколько тоньше, чем B-стандарт. Но тем не менее ее картон плотней и имеет очень скользкое пластиковое напыление. И благодаря этому с ними можно идеально тренировать, например, Faro Shuffle. Вот оно, Faro Shuffle. И при этом они почти вообще не будут притупляться или портиться. Например, эту колоду B я уже использую 3 года. И выглядит она, ну, на 4 с плюсом. Сами понимаете, что срок не маленький. Средняя стоимость, кстати, этой колоды 300 рублей. Итого, все 3 эти колоды обойдутся вам в среднем около 900 рублей. Поэтому, если вы только начинаете осваивать и познавать азы карточного манипулирования, вам не стоит тратить лишние деньги в поисках какой-то совершенной колоды в надежде на то, что она вам прослужит долгое время и выкладывать за нее 1000 рублей и более. Покупка всех этих трех колод вам может обойтись меньше 1000 рублей. И вы получите полный, так сказать, универсальный пакет на все виды своих тренировок и показов фокусов. И будьте уверены, что при бережном обращении эти колоды вам прослужат не один год. И если вам понравилось это видео, то кликайте на лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на эту красную кнопку, чтобы она становилась серой, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok